Письмо 11. Смех, юмор, пошлость. Каждое письмо имеет свои особенности, свой интерес, свой шарм, если можно так выразиться. Ну и я надеюсь, что это письмо вы тоже оцените. Любезный племянник, дела идут превосходно. Особенно приятно было узнать, что двое новых друзей познакомили твоего клиента со всей своей компанией. По данным регистратуры, это все абсолютно надежные кадры, незыблемо циничные, жадные до удовольствия, из тех, кто без тяжких преступлений ровной поступью направляется в приют к нашему низменному отцу. Ты говоришь, они много смеются. Надеюсь, однако, ты не думаешь, что смерть как таковой всегда играет нам на руку. Поэтому Франсуар Рабле я уже цитировал, еще одна цитата из того же источника, даже она в тихотворном виде перейдена на русский. «Милей писать не с плачем, а со смехом, ведь человеку свойственно смеяться». Ну, кто читал Гаргантюай и Пантагуриэль, там смех своеобразный, но в то же время это важный этап человеческой культуры. Итак, Бес, продолжая свое письмо, свой инструктаж, позволь остановиться на этом несколько подробнее. Источники смеха бывают четырех родов. Радость, забавы, шутки и пошлость. И вот дальше пойдет экспозиция всех четырех типов, всех четырех источников. Радость ты найдешь у тех, кто связан любовью и дружбой, когда они съезжаются на семейный праздник. Взрослые тут обычно подают повод для смеха какими-нибудь шутками, но приглядись, с какой готовностью такие минуты отвечают смехом даже на малейшие остроты, и увидишь, что смех возникает не из-за этого. Из-за чего он возникает, мы не знаем. Нечто подобное нередко доносится до них, до них, так и для людей, при отвратительном занятии, которое они именуют музыкой. И нечто подобное происходит на небе. Какой-то непонятный всплеск в ритме небесного бытия от нас полностью скрытого. От нас от бесов, естественно. Такого рода смех бесполезен. Ему надо всячески препятствовать. Помимо того, он сам по себе омерзителен и оскорбителен для преисподней, истовый, величавый и суровый. Забавы похожи на радость. Переходим к следующему пункту классификации. Была радость, теперь забава. Забава похожа на радость. Склонность к играм порождает их словно пену на эмоциональном фоне. Толку нам от них очень мало. Бывает, конечно, они помогают отвлечь многих от какого-то дела или чувства угодному противнику. Но у них есть очень вредные свойства. Забавы могут способствовать милосердию, отваге, скромности и другим напастьям. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok